И сегодняшнее выступление, сегодняшняя встреча, она у вас будет особенной. И первый спикер, с кем вам предстоит сегодня провести сегодняшний вечер, у нас как раз будет такой интересный формат, когда у вас появилась уникальная возможность задать свои вопросы и получить ответы. То есть у нас как раз будет режим такой сегодняшней трансляции вопрос-ответ. И я думал, кого же можно пригласить на такое ответственное мероприятие, кого можно поставить на вот этот горячий стол или за круглый стол, или, понимаете, да, формат? И, на мой взгляд, самый подходящий человек, с которым я лично давно уже знаком, к которому всегда можно обратиться было за помощью, советом, или чья иногда брошенная фраза, она так глубоко, скажем так, задевает за тонкие струны души, что после этого как-то все начинает расставляться по полочкам, и вот проходит некоторое время, и понимаешь, что благодаря этой встрече, благодаря этому совету, рекомендации или дружескому похлопыванию по плечу, жизнь меняется. Вот я так скажу, жизнь меняется, отношения меняются, понимание меняется, действие меняется, и я с удовольствием хочу вам представить сегодня, вы уже наверняка догадались, я знаю, что многие из вас с этим человеком знакомы, для многих из вас он спонсор, наставник, это Бронислав Храпкин. Пожалуйста, поприветствуйте его своими аплодисментами, как у нас технически это позволяет сделать онлайн своими. Отразите, пожалуйста, насколько вы готовы встретить наш сегодняшний спикер, ну и поддержать его хорошим настроением своим. А я в этот момент подключаю Бронислава к нашей прямой трансляции, и передаю вам его, или вас в его объятия, скажу так. Бронислав, все, вы в эфире, можете, все вас слушают, все вас слышат, можете уже приветствовать, я буду вам помогать сегодня проводить эту встречу. Прекрасно, прекрасно. Добрый день. Очень рад, мы все собрались, наконец-то. И сегодня мы поговорим в таком формате, и я провожу его каждый год, ну вот когда, значит, надо рассказать многим людям о том, чем мы занимаемся, зачем вы вообще сюда пришли, кто вы такие и что такое. Это называется круглый стол с острыми углами. И я выхожу как на бой, как тореадор, мне задают вопросы, а я начинаю отвечать. Отвечать надо, и отвечать ты можешь только потому, что, наверное, у нас есть опыт, знания, навыки, и мы можем поделиться с теми людьми, которые что-то для себя возьмут, а может и возьмут. Потому что научить вас никто не может. Вот ни я не могу вас не учить, не научить ни учителя, потому что нас этому не учили, и научить невозможно ни в академии, ни научить вас в институтах, но у нас можно научиться. Поэтому как научиться задавать вопрос, получить ответ. Все зависит от не мотивации, а от самомотивации. Я очень хочу, чтобы вы задавали вопросы, которые вас волнуют. И я буду рассказывать не как надо сделать, а как надо делать. А возьмете это вы к себе или нет, это я совершенно четко не знаю. Это ваше право выбора. И вот хотелось бы узнать любой вопрос, который вам хотелось узнать, что нужно делать и как надо состояться в этой жизни. Давайте, Борислав, я помогаю. Хочу сейчас организовать участников. Итак, все, кто сейчас слышал, вы все, я вижу, слышите, готовьте свои вопросы, даже не готовьте, а начинайте их писать в чат. Я буду Брониславу помогать, я буду эти, потому что у вас их будет много, я их буду отлавливать, зачитывать и передавать Брониславу Храпкину для того, чтобы он вам на них отвечал. То есть мы постараемся сегодня затронуть самые интересные вопросы. Ну а те, которые не успеем ответить, я думаю, еще найдем возможности, и формат для того, чтобы затронуть оставшиеся части. Итак, сейчас, прямо сейчас все активно, включитесь в работу и начните писать те самые главные вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. Бронислав, а я тогда буду их отлавливать и вам передавать. Вы подписали новичка, что делать первые действия мои? Это задал вопрос Станислав Прядченко. Вот такой интересный вопрос. Действительно, кстати, многие сталкивались, что делать с человеком, который вот подписали, заманили, зарекрутировали, втянули в этот бизнес или не знаю куда, Принеслав, что дальше с ним делать? Все зависит от того, зачем вы его подписали и нужно ли было его подписывать. С какого он рынка? С теплого, горячего? Или он с холодного рынка? Раньше мы это все знали и делали только с одного рынка. Это с теплого. Поэтому я уже заранее знаю, кто этот человек, что он человек, у меня к нему только один вопрос. Расскажи о себе. Мне это очень нужно знать. Я задаю вопросы, он не отвечает. И я решаю, какую задать следующий вопрос. Задача моя только одна. Так, надо отключить телефон. Я пока помогаю. Станислав уточняет свой вопрос. Он говорит про холодный рынок. И в связи с этим у него и вопрос. Что делать с человеком с холодного рынка? Холодный рынок – это совершенно другой рынок, что и теплый. И для того, чтобы с холодного рынка подписывать человека, надо знать в два раза больше, чем ты знаешь человека с теплого. Потому что твоя задача – перевести из холодного рынка в теплый рынок и только потом регистрироваться. Вопрос только один. Расскажи о себе. И задаем мы вопросы не потому, что нас это как-то интересует, а потому что нам надо знать, интересен мне этот человек в моей команде или нет. На первых порах мне, конечно, интересен человек, если у него есть, как он говорит, проблемы. У нас проблем нет, у нас есть задачи, и мы с ним будем решать его задачи. И человеку не важно, сколько ты знаешь. Важно, что ты проникся его проблемами, заботами, бедами, и вот тогда он пойдет за тобой. Поэтому здесь очень важно с холодного рынка знать очень много, даже больше, чем ты знаешь для тех людей, которые у тебя в теплом рынке, которые тебя знают и могут просто пойти за тобой. И это легче делать. Но если ты уже ушел на холодный рынок, а это делается тогда, когда ты в незнакомой обстановке, или как сейчас мы сидим вот здесь вот и разговариваем, раньше этого не было, и мы выезжали в Якутию, это был Магадан, это Мирный, это был Ускут, Иркутская область, это была Армения, это была Липецк. Вот там, когда ты не, в принципе, знаешь одного, и с этого начинаешь, остальных ты не знаешь. И результат Казахстана, это вам должен показать, что я тоже приехал туда, только потому, что там был один человек, который пошел на меня, знал меня, и он был как бы с холодного рынка тоже, и это Колтур. Это интересно так вот все-таки. Но самое главное, что ты думаешь о том, и о построении своей команды. Знание, самое главное знание. И энтузиазм ничего не решит, если нет знания. У Сталина был. Извиняюсь, что встреваю в разговор, просто по ходу я смотрю, вопросы такие поступают. Вы сказали, что встретили Алексея Колтона, он стал вашим, зарегистрировавшись в вашу команду, и многие, кстати, знают. Кстати, сегодняшнюю встречу давайте поблагодарим Алексея Колтона за то, что он уступил свое место Брониславу. Именно благодаря ему вы сегодня можете слушать человека, с которым редко, когда у вас появится возможность встретиться. И вот, Бронислав, по ходу вопрос я вижу. Например, Диана и еще многие участники говорят, а вот как привлекать мужчин? Мужчины не идут. Как-то сложно и так далее. Вопрос повторяется, но смысл в том, что как мужчин-то привлекать в бизнес? Все очень просто. Однажды когда-то я выступал в Казанском регионе, и Сергей Борисович меня спрашивал, все знают, кто такой Сергей Борисович, говорит, а вы что летите? Я говорю, вы попросили, я полетел. А у тебя там есть кто-нибудь? Я говорю, нет, у меня нет никого. Ну, он был удивлен. Как-то нет никого, я лечу. Я говорю, ну как же, отдохнуть надо три дня, все будет хорошо. И я прилетел туда, и, значит, выступал, и был очень хорошо принят. А потом мы спустились, и там был банкет. И меня подвели, сказали, Бронислав Семенович, вот ваше место. И там сидела молодая пара. При виде меня они сказали, ой, я говорю, а что такое? А как быть успешным? Сразу спросили они. Я сказал, успех не приходит наспех. Он говорит, а как это сделать? Я говорю, ну, поднять, мадам, сижу, и пойти танцевать со всеми. Человек обиделся, видно, и так я понял. Но в это время подошли и сказали, Бронислав Семенович, скажите тост. И я за экспромтом говорю, эй, башкиры и татары, разобьемся все на пары. И пошел танцевать. Прихожу, а человек, а им оказался Эдуард Васильев, статья одной, как вам, интересно или нет? И он говорит, и все же, что же надо делать? На ходу спросил он меня, сидя за столом, я говорю, мужиков приглашать? Он говорит, каких мужиков? Я понял, что я переборщил, и сказал, ну, мужчин. А он говорит, а есть разница? Я говорю, есть. Потому что есть мужчины, сексуальные, бисексуальные, есть успешные, есть неуспешные, есть богатые, небогатые. А мужик, он всегда мужик. Мужик, сказал он, это сюда-то, где одни женщины с клетчатыми сумками? И я ему сказал только одно, а ты-то сам как сюда попал? Он говорит, понял. И он говорит, я единственное, я спрошу, можно я вам буду звонить? Я говорю, звони. И начались звонки. Вот так же, как Татьяна Семенова нас доставала из Казахстана каждый день. Она находила нас, и у нее все время были вопросы. Кто не знает Татьяну Семенову, мало таких людей в режиме, кто не знает Татьяну Семенову, Антона, Максим, да? Через четыре месяца он мне говорит. Звонит и говорит. Мужик, у нас нет вопросов, но есть просьба. Я подписал своего брата Сашу, Александра, и у него родился сын, мой племянник. И мы хотели бы назвать вашим именем. Вы согласие даете? Я не знаю. В этой области там у меня, и у него нет ни одного консультанта. Но у меня там есть человек, которого зовут Бронислав Мудриновский. Поэтому это очень важно, научиться правильно расставлять акценты в жизни. И мне безразлично, в какой, в моей ли команде, в этом ли, в этой ли компании человек, мне важно, есть человек, который живет в Российской Федерации. И чем людей будет больше материальное обеспечение, тем у нас жизнь в России будет лучше, интереснее, грамотнее. И здесь надо разобраться вообще, зачем ты пришел сюда. Или тебя влекут только деньги, но тогда это другое дело. И компания же нам дала возможность маркетинг-планом устроить свою жизнь, измерять своими потребностями. И не обязательно рваться к высотам. Потому что, оказывается, быть очень богатым в нищей стране, это мовитон, это некрасиво. Поэтому задача у нас только одна, состояться как личность. не быть лидером, топ-лидером, топ-топ-лидером, а становиться личностью. Значит, сначала быть признанным, и только потом востребованным. Определиться, что тебе нужно для жизни. Если ты мечтаешь только дорваться до звания президента, и получать очень большие деньги на фоне нищих людей, которые стоят, это одно. Ну, тогда фамилии надо менять на Коломойского или Прошенко. Потому что деньги все равно будут портить. И мы это видим. И мы это видим, как качественно меняется структура в компании рифм. люди в погоне за золотым тельцом забывают, что есть нравственность, гражданская позиция, духовность. И наша задача именно с этой стороны рассматривать нас как цель личности. Приняслав, мне кажется, этот вопрос будет тоже сюда в продолжении той темы, которую вы сейчас раскрываете. Наталья задает вопрос. Значит, как приглашать и работать с человеком выше меня по статусу? Вот так звучит этот вопрос. Еще у Светланы как выгнать тараканов, которые сидят в голове и мешают стать успешным? Мне кажется, раскройте на... Вот вопрос, как вы приглашаете людей выше меня по статусу? Я часто встречаю вот что вы на это скажете? Вы знаете, я когда-то в жизни все задумывался, с кого бы взять пример. Говорили, здесь женского надо брать. А я все-таки рассматривал это то, что нам говорят, говорит наша вера. Ну, христианская, которую мы здесь. живем. Она говорит, не сотвори себе кумира. И когда мне говорили, с кого-то брать пример, я почему-то представлял себе Ленина в семейных трусах. Или Крупскую. В нижнем белье и с базырткой. И рушились эти кумиры. Не сотворите себе кумиров. Вы самый главный человек на земле, который должен себя слышать. И работать, и работать, если слово нравится работа, я его не люблю и не употребляю, потому что слово работа от слова раб. Над собой, только над собой. Не работать на детей хозяина, потому что свои есть. Не работать на себя, ни в коем случае, это эго. если у вас семья, и вы здесь в компании не работаете, а сотрудничаете с компанией, вы зарабатываете деньги или материальные блага не только для себя, но и для семьи. А вот самое главное, это работа над собой. Каждый день. Каждый день работаете. это Мила когда-то говорила нам. Поработайте над собой, так как вы работали над советской власть. Каждый день. И через два года обеспечите себя, своих детей, и это еще нерожденных внуков. Поэтому это очень важный вопрос. Это каждый раз работа над собой. В Рифлееме здесь есть специальная таблица, где можно знать, как работать над собой каждый день. Это кто я? И мы это проходим. Каждый, кто со мной соприкасается, проходим это. И как это делать ежедневно? Как заглянуть в зазеркалье и спросить себя, я кто? А потом сделать анализ и спросить, кто я? И ответ предусматривает два вопроса. пассивный? Вы пассивный или активный? Вы человек, если вы пассивный, говорите, о, это надо много знать, это надо работать, опять учиться, ну, здесь я вам соболезную и могу предложить от компании только мыло, не дешевшее, не дороже, а доступно, а уж веревку сами найдете, потому что упрашивать вас быть материально обеспеченным я не буду, но если вы скажете, говорите, я хочу то, я хочу то, я хочу это, я хочу это, на ответ хочу есть слово, делай, что ты делай, делай, а какие внутренние изменения должны произойти с человеком, если мы уже затронули эту тему, на ступени, вернее, не на ступени, а к ступени бриллиантовый директор, не знаю, к сожалению, кто задал вопрос, не успел скопировать, но он повторялся. Ну, значит, мы должны пройти первую стадию развития, это, конечно, пирамида Абрахам, по слову, вы помните ее, нет? Давайте мы сейчас поднимемся, вот у меня есть такая, сейчас я посмотрю, есть, да, есть, и мы это делали у себя, вот видите, сидел где-то на каком-то семинаре, который меня вообще-то вот такая, меня видно, да, взял вот то, что у меня было под рукой и начал составлять то, о чем мы сейчас говорим, видите, на месте еще удобно. Давайте тогда мы раскроем эту тему будет очень ясно. Так, первый этап работы на себя, на хозяина, на себя, и ты здесь потребитель. Так, давайте мы сейчас тогда посмотрим. И здесь самое главное начать, и здесь есть мотивация от. Отчего мы уходим? Так, сейчас мы посмотрим, что тут. лозунгом здесь будет то, что мы говорили, бди, быть, делать, иметь. Это девиз. Мотивация от. И здесь как бы мы говорим имидж ничто, жажда все. И смотрим пирамида потребностей по маслову. И здесь внизу самое базовое, это сон, еда, секс, безопасность, здоровье. Второе наверху одобрение, уважение, чувство причастности, любовь, самореализация. Это первый этап, через который вы прошли для того, чтобы стать хотя бы директором или хотя бы золотым директором. И это тут все ясно. Но если вы хотите дальше идти по лестнице успеха, то предстоит работа над собой, это как одно из главных. И это будет работа над собой. И здесь уже совершенно другое будет. И здесь второй этап как созидатель. И здесь все нужно понимать. анализировать возможности в себе физические, психологические, умственные, этические, нравственные, причинные и духовные. И здесь уже совершенно другое это мотивация к чему? К чему мы должны идти? Вот к высотам. И здесь жажда ничто. Уже мы напомнили себе свои желудки в этом самом имидже всего. И здесь уже все идет совсем другое. Здесь уже пирамида Маслову находится в самом низу этой пирамиды. Это потребности уже которые есть в пирамиде. И дальше идут убеждения, ценности, философия, культура, религия и дух. По-разному это надо. Это надо пройти эти стадии иначе никогда мы не сможем добиться того, что мы хотим. Потому что мы пришли сюда уже на готовое. Мы определились и будем сотрудничать с компанией, которая работает тоже в пирамиде. Но в пирамиде она работает какой? Частной. Мы с вами находимся в частной пирамиде. Чем она отличается? эта пирамида наша частная компания «Арифлейм» от других, ну, хотя бы от государственных. Но нету профсоюза, прожаловаться некому, те, кто работает в этой пирамиде. И в этой пирамиде нашлось нам место внизу. И если вы знаете, 150 человек подписались в первую линию под компанию в России. Там я подписалась 70-е случайно. Сейчас осталось очень мало людей, кто был подписан под компанию. И эти 150 человек, которые стали приводиться людей во вторую, третью и так далее, очень выгодно для компании. Они привезли сюда больше миллиона консультантов. Что-то понятно я говорю, да? и в этой пирамиде мы создали свою пирамиду. Она называется товарная или экономическая. И если есть товар, что нужно делать с товаром? Ну то, что мы, то, что говорит компания, продукт есть, продавайте, продавайте, продавайте. А мы люди другой формации с вами. У нас высшее образование у кого-то есть, кто-то кандидат наук, и мы говорим, ой, мы никогда не заниматься. А чем вы будете заниматься, говорили нам? Мы говорим, будем потреблять. Мы будем потреблять эту продукцию, потому что это нам нужно каждый день. Мы каждый день моемся. Я когда встречаю человека, спрошу, вы сегодня умылись? Он задает вопрос, а что за вопрос? Конечно, мылся. Я говорю, я вас об этом просил. Нет, мы даже не знали друг друга. Так вот, это делают 140 миллионов каждый день. Задача, чем у нас есть возможность, у нас есть, что вам предложить. Что-то понятно, я говорю? Это очень большая тема, не просто так. Это надо все разложить по полочкам. И обычно это у меня проходит наверное часа 3-4 тема какая-то одна. Если мы с вами будем так вот сейчас разговаривать, это уйдет несколько дней. Ну как правило 3-4 дня. Бронислав, у меня есть такое предложение, вот интересный вопрос, как раз по поводу и пирамиды, и масло, и мотивации. Елена пишет, наверное, это с самого начала, что нужно начать, пишет дословно, как добиться самомотивации. То есть, вроде бы знаю, что нужно делать, и какие деньги есть в компании, ну почему-то ничего не делаю, или делаю, или то делаю, то не делаю, а потом перестаю, перегораю быстро. Надогонку пишет еще Татьяна, как побороть страх выйти из зоны комфорта. Я думаю, тоже сюда же относится. То есть, вот вопрос, знаю, что делать, но не делаю. Наверное, так звучит. Что с этим делать? Вы знаете, это очень интересная тема, конечно, это все нормально. Ну, во-первых, если ты уже зашла в зону комфорта, зачем тебе из нее уходить-то? Надо совершенствоваться. И это называется работа над собой. Очень просто. Возьмите, напишите, кто я наверху, и разделите на четыре столбика, и напишите, что там надо делать. Первый столбик у вас будет очень простой, если вы записываете, сделайте, ради Бога. Это напишите, мои положительные качества. второе, мои отрицательные черты характера. Первое, с молоком матери дается, второе, приобретенное в среде, следующее, это самое, что я хочу в себе изменить, и четвертое, что для этого надо не делать, а сделать. делается. А потом все очень просто делается. Находите время, когда все заснут, заходите в ванную комнату, закрываетесь на замок, чтобы вас не потревожили, не сдали потом психушку, и разговариваете с умным человеком. Кто умный человек? У вас в семье, как вы думаете? Вы сами, перед вами зеркало, раздеваетесь догола и начинаете себе задавать вопросы. Какие положительные качества? Я молодая, я интересная, я, значит, и начинайте все себе. Я 90-60 на 90, а если это не так, прямо пишите, кто вы есть. Я обучаемая. И вот начинаешь смотреть. Я вспыльчивая, но я и отходчивая. Вот ты напишешь, я отходчивая, а в другую ты пишешь, я вспыльчивая. Как побороть? Очень просто, очень просто побороть, научиться слушать себя. А потом вы делаете, если вы хотите в субботу полежать побольше, значит, вы просто ленивы, что надо научиться поздно ложиться раньше, рано вставать. А если вы это напишите, я ленивая, что для этого надо? Ну, пишите в следующем, завести будильник, а если будильника нет, ну, вот человек, с которым вы рядом лежите, скажите, меня половина шестого выпихивает кровати. И так каждый раз положительных качеств у вас больше, чем отрицательных. Если было бы наоборот, ну, обязательно будут темные силы, наверное, все-таки сыграли с нами такую нехорошую службу, и нас с вами не было. потом вы делаете анализ того, что у вас выжил, кто я. И там пишите все, что у вас я мать, только не говорите хорошее, вас оценят потом, я мать, я дочь, я, ну, в общем, все-все-все-все положительные качества. А потом делаете после этого резюме, какое, кто я, я пессимист или оптимист? Если пессимист, не надо начинать, это не к нам. А если ты оптимист, ну, тогда просто бери и начинай делать. Вот что делать, все расписано. И мы когда-то составляли такую книжку лидера, и у кого ее нету, постарайтесь у своих вышестоящих наставников ее найти. Тут вот все написано, здесь подругились очень многие люди, но меня вот еще наловите, вот при себе всех наших, и мы здесь вот первый новичок, что надо делать, и как вот ваш подпорный слуга на первой странице вместе с Ольгой Перленштейн, и с командой мы говорили и отвечали, обязательно простудируйте, что делать, как выходить за три каталога, тут все написано, будете делать, будете идти по лестнице успеха. Кстати, лестница успеха, если вы не знаете, по-итальянски называется Ла Скала. Это как вам интересно, да, это лестница. У них лестница, лестница творчества, успеха, и у нас это и лестница успеха. и поэтому каждый, кто хочет это все, ну, надо почитать много. И если вы прочли, и у вас нет ничего, ну, значит, вы себя к интеллигенции не причисляете. Интеллигенция книг не читает, она их перечитывает. Что-то понятно, я говорю? Если вы что-то не поняли, значит, надо перечитывать, пока до вас не дойдет. И не важно, что не сразу, потому что мы, начиная с 17-го года, все были больны на голову. Мы жили в то же самое в страхе. И мы ждали, когда социализм придет, потом нам коммунизм грозили, но ничего не произошло. Вот сейчас наш праздник наконец-то пришел 25 лет назад в страну пришел многоуровневый сетевой маркетинг. и мне то же самое посчастливилось в этом деле поучаствовать в виде баррикад в 91-м году. И тогда мы тоже выходили и тоже не понимали, зачем мы здесь. Ни в какой партии мы не состояли, а кругом было лозунги свобода, равенство, братство. французская революция. И мне задал вопрос, кто был в моей команде, я был сотник, и мне задал вопрос известный наш глазник Федоров, который был в моей команде. Он всех своих вооруженных послал туда в Белый дом, а ко мне спустился. Но я знал, что ему тяжело, у него не было ступни. и он сидел, говорит, ничего не пойму, мне-то зачем это нужно, у меня свое тело, что я пришел сюда, лозунги свобода, мне эта свобода, мне творчество нужно, и я его имею. И мы тогда решили вместе с ним, что нам свобода не нужна, потому что свобода без дисциплины это анархия. Нам абсолютная свобода с вами не нужна, потому что абсолютная свобода это одиночество. Вот наши пенсионеры абсолютно свободны, если они могут спуститься во двор, они или забивают домино, или собирают банки и бутылки. Что нам нужно с вами? Нам нужно с вами только одно воля. Мы вольны делать то, что нам захочется. И сейчас я захотел, я выступаю, мог и не выступать. Оказывается, мне это нужно, потому что меня интересует, как же будут жить мои внуки и правнуки, тогда, когда меня не будет. Что мы оставляем своим детям? Какой след мы оставим в этой жизни? Не наследим, оставим след. Что обо мне будут думать те люди или мои родственники, если я начну заниматься не тем, что нам предписывают этих компаний переписывать, набирать продукцию, продавать ее, поэтому здесь очень важно, кто вы, что вы и зачем пришли. Поэтому меня не устраивает слово лидер, топ-лидер и топ-топ-лидер. Мне важно, чтобы я остался личностью, потому что награды и звания приходят и уходят, а личность остается. И как я говорю, когда ты откуда-то появляется на личность, и вы это увидите, не стремитесь быть кем-то, именно все это придет, если вы будете делать одно и то же, повторять и делать и не падать. Вот это самое главное. Здесь много аспектов, и мы могли я с каждым говорить, потому что когда я начал заниматься и обучаться сначала в Америке, и это стоило очень больших денег, а потом в Милане я услышал празу дистрибьютора номер один компании, который сказал, я никогда не раздавал каталоги, я богат, я никогда не раздавал визитки, я богат, я не клеил лапшу в телефонные будки, я богат, и сказал, думайте глобально, действуйте локально, с каждым человеком, я бросил призывать своего спонсора, чтобы вместе мы с ним двое на одного, трое на одного, всем буртом на одного, один на один, и от того, сколько ты знаешь, человек будет тебе раскрываться лучше, потому что ты разговариваешь с ним и о нем, что-то понятно, это очень важно, немного чего не нравится, что нам предписывает те выражения, которые существуют у нас в сетевом маркетинге, а ведь к сетевому многоуровневому маркетингу мы вообще-то и даже не приближались очень близко, мы играем в игру под названием той компании, которую вы выбрали, Орифли, по их правилам, и что они говорят, у них работают заводы, делаются продукции, и компания говорит, продавайте, 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 а мы, чтобы смягчить, не говорят, нет, мы будем, что, потребляйте, 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 приглашайте, чтобы этот человек пользовался, и приглашал этот человек, который пользовался, а компании нужны объемы, они говорят, рекрутируйте, рекрутируйте и рекрутируйте слова рекрутируйте мне тоже не нравится я говорю нет рекрутировать не будем будем приглашать чтобы приглашать нужно знать на что приглашать я здесь конечно самое главное а те возможности которые дает компания вот и все вот по ходу я еще добавляю вопросы по поводу на что приглашать так сейчас секунду у нас где у нас там задали вопрос что делать если люди прям только что был перед глазами отказывать а вот татьяна пишет калякина очень много людей отказывается от предложения бизнеса то есть вот что ей можно посоветовать то есть с одной стороны вот есть возможности и так далее приглашение делаем а люди отказываются да мы с вами так это очень хорошо вот напишите слово бизнес крупно написали зачерпите пишите по-русски как я его понимаю без нас без нас прям напишите без нас а следующую черточку и вы сделаете напишите дело мы мухи отдельно котлеты отдельно это компания бизнес это они прошли тяжелую это они прошли все риски из из своего дела превратили что тело приносит доход и они стали организовываться поняли как можно это в том капиталистическом мире приумножить это все и начали заниматься не только косметикой они же занимались всем и чем угодно и даже сейчас это делают но они взяли первую линейку продукции а захотелось больше и они ходили вторую но ничего не получилось начали с третьей в китае открыли завод и когда прошла прибыль начали делать вторую линейку добавки или наши наши эти самые знаменитые витамины правда вот и третье мы работаем трех линейка косметика добавки пищевые правда наши и еще вот наше это самое то что делается в китае что потребуется если очень важно понять что мы ни в каком не бизнесе тогда давайте напишите пожалуйста той давайте мы с классиков начнем чтобы я это видел и когда я это понял я нашел вот выражение пишите употреблять иностранные слова когда есть равносильный ему русское слово употреблять иностранные слова когда есть равносильный ему русское слово запятая тире значит оскорблять и здравый смысл и здоровый вкус виссарион гриболич билинский надо говорить так как всегда говорили у нас никогда не было бизнесмена в россии у нас были предприниматели кто предприниматель у нас был давайте давайте научим бакрушин предприниматель знаете такого да музей бакрушина рябушинский гучков алексеев это прадед станиславского мамонтов третяков братья рябушинские они все делали и они себя называли предприниматели они не были какие-то без бизнесмены и потому что они у них было чувство высокой ответственности перед народом они начинали быть меценатами кто-то открывал мхат кто-то делал еще что-то и так далее кто-то один железную дорогу и создал оперный театр и так далее строили все что могли отдавали вот то что зарабатывали части зарабатывали ну я что-то не слышал чтобы наши бизнесмены что-то делали строили школы что-то еще что-то делали заводы детские сады я не слыхал не чтобы они делали по большому счету единственный человек который начал это сделать это Владислав Титюхин тагийский меценат такой вот который все свои деньги а это миллиарды вложил все свое состояние в медицинский комплекс это в Тагиле в Нижнем Тагиле и построил самый современный медицинский комплекс в Нижнем Тагиле и ушел из бизнеса а это миллиарды он вложил это самый главный он занимался он был в Форбсе в этом списке Форбс один из них совладелец он доктор технических наук совладелец он Никель наш российский Никель они начинают зарождаться эти меценаты но они себя не говорят что они бизнесмен они предприниматели вот это надо понять назовите свое мы открыли дело недаром моя маленькая книжечка называется дело в кармане дело почему-то все хотят быть менеджерами а менеджер это кто у нас вот я вышел на улицу у нас тут менеджер подметает дворник я спросил вы когда там будете там вот я говорю вы дворник он говорит нет я менеджер по уборке территории куда ни плюнь везде одни менеджеры и не важно как вы называетесь мне даже не важно на каком проценте вы сидите может вы сядете не на процент а на тангенс и на катангенс а лучше всего я вот для таких людей держу всегда пирамиду такие вы сядете на пирамиду и узнаете где у вас геморрой здесь или в голове значит все по другому мозги надо перевернуть и думать думать куда вы пришли зачем вы пришли а компания и вам только помогает и если у нас нечего предложить вы глубоко ошибаетесь когда-то у нас было два только каталога на английском языке да мы клеили эту лапшу по русски нам было тяжело но мы это и делали и два каталога всего лишь а компания взяла и сделала 17 она понимала что у нас будет перетрубаться потому что как говорил Ленин государство это аппарат насилия и нам все обязательно придумают еще какие-то казусы ЖКХ еще что-то повысят налоги налоги повысят ничего нам не снизят теперь и для этого есть рост у вас по гарьерной нашей лестнице и это нужно для того чтобы если нам что-то опять сделали и пенсию снимут или еще что-то ну сделаем давай еще одного человека давай двух человек давай трех сравняем чтобы у тебя была не продукуловая лукошка которая нам дает действительно корзина они же говорят что мы дают продуктовую корзину а это лукошка которая остается это очень важно знать все что дает компания она оправдывает свое назначение здесь Магнус наш он не говорит что мы сделаем компанию многоуровневого номер один многоуровневого сетевого маркетинга он говорит мы хотим сделать компанию номер один в мире компанию прямых продаж он нас не обманывает а мы не замечаем мы говорим мы самые лучшие самые самые я никогда не говорил что мы самые лучшие я говорил мы одни из лучших у нас самый лучший маркетинг нет у нас один из самых лучших один из самых не надо выпячивать не надо плодить себе врагов вот это самое главное у нас врагов нет в других компаниях. Они нам не враги, они вот как раз партнеры. Все, что хорошо в той компании идет к нам. То, что у нас хорошо, 17 каталогов есть, и так далее. Они наши партнеры. Как это понять? Легко. Вот здесь как раз и есть гражданская твоя позиция. Если горит дом, и люди вам говорят, помогите, спасите, вы можете пройти мимо этого, чтобы не быть свидетелем, чтобы вас не затаскали. И вы не будете спрашивать, вы из какой компании? Мэйкэй? Эван? Подождите немножко, из компании Арифлим есть кто-нибудь? Вот это ваша гражданская позиция. Поэтому, если мои соседи в другой компании, это не значит, что это плохие люди. Просто мы не дошли до них. Мы поленились и не пошли. И они пошли в другую компанию. Поэтому давайте каждый раз разбираться. Кто мы? Что мы? Зачем мы пришли? Что мы хотим? Есть там где-нибудь вопрос? Ой, это надолго. Да. Ну, время летит с космической скоростью. Здесь уже участники делают пожелания. Давайте, Бронислава, будем слушать до завтрашнего дня. Ладно, это я шучу. Я предлагаю в завершение очень интересный вопрос. И мы, кстати, на нем и закончим наше сегодняшнее выступление. Мы, Брониславом. Владимир Маковеев очень настойчиво задает очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Он так подводит черту. Бронислав, на чем лично вы сейчас в совершенстве? С чему учитесь? Ведь человек постоянно развивается. Я думаю, это интересный вопрос. Когда мне вручали такое знак отличия профессионала России, я понял, что профессионалом быть нельзя. Нельзя. Как ты только сказал, что я профессионал этого дела или какой-то отрасли, да, не знаю, по велносу, я профессионал в этом, ты остановился в развитии. У нас нету профессионала в стране. Если бы были профессионалы экономисты, у нас не было бы дефолта. Если бы у нас были хозяйственники, и они не воровали, у нас никогда не повышался. У нас нету. Каждый себе задает, есть ли у нас профессионал-хирург. И я раньше бы сказал, конечно, есть. Но, оказывается, это не так, потому что профессионал-хирург в своих 60-х или 70-х, когда у него уже болезнь Паркинсона, и он будет вас оперировать, вы не захотите к нему идти. Оказывается, главное не быть профессионалом, но профессионально действовать. Я хотел бы быть профессионалом в рифреме, но я не могу себя назвать, потому что, оказывается, каждый 21 день новые продукции. И все, начинать надо сначала посмотреть, что это такое. И компания делала все. Когда мы пришли, было 150 только номинований, из них 70 в натуре. А сейчас тысячи номинований компания, она делает свое дело, и нам надо откликаться. но мы делаем простую работу, мы с вами делаем абсолютно простую работу, мы дешевая рабочая сила, и мы продаем и приглашаем, либо рекрутируем, продаем и приглашаем, и мы только боком занимаемся сетевого маркетинга, потому что у нас бы никогда он не пришел сюда, этот метод. И он пришел сюда позже, чем это было на западе. Почему? Ну, потому что у нас не было персональных компьютеров. Как только персональный компьютер появился, у нас начал развиваться сетевой маркетинг, потому что невозможно посчитать наше вознаграждение, потому что деньги у нас идут не сверху вниз, а снизу вверх. И это надо все разобраться. А разобраться можно легко. Два года Томила говорила, два года вы обеспечите все всякие, и день и ночь попробуйте задавать вопросы своими наставниками. Не вышестоящим, как называется вышестоящим, он называется оплайн, и когда он приглашает тебя, то ты даунлайн и останешься дауном до тех пор, пока не научится приглашать людей. А чтобы научиться и быть интересным, но вам надо учиться много. Люди будут приходить только на интересных людей. Но вот тогда наступит этот праздник Пасхи, это выход из рабства. В 20 лет мы уже проходили здесь, в Марифлейме, 20 лет. Люди меняют себе несколько работ за это время, а мы здесь. почему мы здесь? Да потому что мы совершенно четко знаем, что компания, которая пришла, она делает все, чтобы поднять нас действительно с колен. Когда-то и мы мечтали, что может быть, все может случиться, и нам надо развивать свою косметическую промышленность. Когда это будет? Но когда перестанут собирать с нас налоги, а потом куда-то в неизвестном направлении наш пенсионный фонд куда-то их задевает вместо того, чтобы построить нам завод. А строят кто? Компания Ревлеем, два завода уже построили, один продал здесь на нашей Новой Реке. Он продал, но зато построили завод, самый крупнейший в Европе. Они строят. А нам еще, наверное, было рановато, потому что у нас нет ни альпийских лугов, чтобы было сырье вот такое и так далее. Вот каждое слово здесь это на вес золота. А мы должны разобраться, зачем мы пришли, куда мы пришли, и что ты делаешь для того, чтобы не говорить, что ты любишь семью, а просто делать и идти к тому, чтобы она была материально обеспеченной, не богатой, а материально обеспеченной. И всегда я говорю, ты приходишь сюда, скажи, сколько тебе нужно денег. Обычно говорят, чем больше, тем лучше, был бы миллион, а знаю, я говорю, это непрозный вопрос. Мне нужно у человека спросить, сколько, на какую сумму дать ему знаний. Если он хочет тысячу долларов, я не буду ему рассказывать обо всем, потому что это мое личное время, и я могу распоряжаться им только по своему усмотрению, давать или не давать, и наша задача отказать. Если человек не делает, отказать в знаниях. Это самый тяжелый проступок. Когда человек приходит и хочет очень быстро, а быстро не получится. Мы на много лет вперед смотрим за горизонт, за горизонт, потому что смена и тому поруку молодежной команды, которая у нас есть. Понятно, да? Я очень рад, что я как-то причастен к этому делу. Понятно, что я? Бронислав, прошу благодарность от меня и от всех участников. Я просто смотрю сейчас чат, уже на протяжении 10 минут пишет слова благодарности за те поднятые темы, за те глубокие мысли, вопросы, которые вы успели за эти 45 минут раскрыть. И наше время, к сожалению, подходит к концу и нужно готовиться передавать уже слово следующему спикеру. А вам еще раз большая благодарность за участие, за выступление. Спасибо. Спасибо. Значит, я после завтра буду на органшах групп, поэтому мне нужно, я же все-таки там тоже состою. Почему я пришел в онлайн? Ну, потому что зная оффлайн, невозможно, не зная оффлайн, невозможно потом сотрудничать онлайн, у вас будет много народа, о чем говорить вы не знаете. Поэтому тут надо все совместить вместе, надо очень много работать над собой, именно над собой, каждый день. Читать надо много, задавать себе вопросы, надо, и это обязательно и чувствовать себя не свободно, а вольно. Вот сижу я сейчас в городе Звениграде, это подмосковная Швейцария, и то, что нам дает возможность компьютер, это общаться с вами, но я люблю, конечно, через скайп, когда я вижу человека, когда я вижу глаза, и когда мы можем общаться совершенно открыто и на нашем доступном языке. Понятно, да? это очень важно понять, потому что вы пришли с вами случайно. Постарайтесь выжать все из того, что нам протянули соломинку. Это Божья благодать наконец распростерла свои длани над нашей Россией многострадальной. А что будет, мы еще не знаем. Давайте воспользуемся. поблагодарим еще раз Транислава. Транислав, я тогда еще раз спасибо от меня, спасибо от всех участников. Обычно мы спасибо говорим с первой тысячи долларов, с двухтысячной. Когда ты получаешь эти две тысячи долларов, стоишь с этой бумажкой, тебе цветы, а мужу, который ты пригласил, дают табличку, но это деньги не его, потому что он говорит, я тебя не мешаю, я тебя поддерживаю. Как Крокос скажет, что я тебя поддерживаю, считай, что он тебе не доверяет. Ты же не писанская башня, чтобы тебя поддерживали, он в тебя не верит, но тогда и ты. Твоя задача отказать ему в его чайниках и надеждах на ночь. Это мы потом поговорим с кем нужно. Ну, кстати, судя по тому количеству благодарностей, которые поступили в виде слов спасибо, мы можем их пересчитать в те тысячи, которые должны люди получить или на которые должны увеличить в ближайшее время доход. Когда вы поможете с видео стало, и как говорила мне Ферафонтова, есть такая Нина с Алексеем, они мне говорили, она мне говорила, что ты такая мрачная, тебе сейчас вручили саперой, директором, тогда она еще была, сейчас она дворца бриллиантом, и она мне говорила, она говорит, а что, знаний много, а денег мало, вот это и есть позиция, знания должны быть больше, чем вы получаете. Это понятно? быть интересным человеком для всех, пойдут на интересных людей. Так что вот, до встречи, давайте, до встречи, не прощаемся, я встречу свое день рождения в Германии, у дочери, еду туда помочь нашим родственникам за рубежом. Вот так вот бывает в жизни. Ну, отлично. Так, все, мы на этом отключаемся, вернее, вы не отключаетесь, участники остаются в прямом эфире, и сейчас традиционно, пожалуйста, подведите итоги сегодняшнего выступления. Первое, напишите, сколько, что именно ценного для себя вы вынесли, ну, на какие вопросы, с которыми вы пришли, вы получили ответ, и второе, что не менее важно, а какие действия, что вы планируете изменить в своих же действиях, или какие действия начать делать уже с сегодняшнего дня, для того, чтобы получать то, ради чего вы пришли в сетевой маркетинг, в компанию Reflame, в эту компанию, в эту команду, в эту особую группу людей, по-другому, даже не знаю, как назвать. Принесла. Все, на этом отключаемся, спасибо, до скорой встречи, до скорой встречи с вами. До свидания.